короче ребят не обращайте внимание на мой бардак одеяло валяется это просто ребят нет сил уже убирать вы если честно то просто ребят мне это как вам сказать и не страшно это показать что что здесь такого это же работа наша штаны и куртка висят носки лежат сам сегодня просто в шортиках гоняю все плана улица 26 градусов смотрите ребят что у нас есть шеф подарил короче каждому красные маечки прогресс все дела я вам ребят стараюсь показать работу из хорошей стороны и с плохой стороны и не вижу в этом ничего страшного до показывать если мы даже выпиваем либо мы кушаем либо мы ездим ночами либо мы днями я показываю то что происходит с нами можно так сказать на работе это просто наши рабочие будни на что-то прятать скрывать не вижу смысла к зачем поэтому висят и висят шмотки это же куда мне повесить у них никуда повесить сейчас дождик пойдет холодно станет либо на другой кара карьер когда поедем там шортах уже не зайдешь он не разрешает шорт просто блять в карьер нельзя шортах заходить вообще бред дядя на полнейшая там нужно штаны одевать носки куртку для другу просто для другого карьера висят вещи все короче съехал 26 показывал то что им видно стоял на солнышке сейчас другой стороны повернулся уже 24 на улице не жарко но так чуть-чуть душновато короче ребят сегодня скорее всего там никого нет поворот такое непонятное туда просто может выехать какой-то самосвал ну просто кто-то будет оттуда ехать в этом просто не разъедемся короче ребят сегодня хотел с вами поговорить не даже не поговорить а именно обратиться ко всем своим коллегам именно кто занимается самосвальные грузоперевозкой такие как мы тонары такие как одиночки просто ребят два дня у меня с головы не вылазит этот ролик посмотрите вот этот ролик имеет смысл падать конечно по чуть-чуть пускай высыпает да может быть спасет нахлон принципе небольшой но опасно все равно ну давай высыпайся не хочет она пошел 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 из дорогие друзья спешка ни к чему пожалуйста соблюдайте технику безопасности мужики коллеги все с прекрасным понимаем что техника безопасности написано кровью даже не спроста так написано все прекрасно знают что так делать нельзя это грубочайшая ошибка и этот ролик просто пересматривал много раз поражают вот эти люди которые стояли рядом стоят снимают как пишут все социальные сети где бы это только я не читал водитель остался к сожалению в кабине и он погиб водитель 59-летний мужчина 60 лет мужику вроде взрослый был мужик но ты просто блин коллега ты сам себя отправил на тот свет мне очень жаль когда такие ситуации просто на ровном месте просто глупая ошибка и не такая серьезная просто проблема ребята это страшно для меня как я водитель самосвала как я занимаюсь да но можно сказать такой же перевозка как и тот коллега неважно сколько коллеги лет неважно сколько он возраст какой национальность если коллега он и есть коллега не очень просто жалко я наверно пересматриваю много раз я не хотел даже ничего показывать не хотел рассказывать а потом думаю нет наверно скорее всего я вам покажу этот ролик просто и попрошу вас пожалуйста не спешите пожалуйста ребят соблюдайте технику безопасности техника безопасности написано кровью вы поймите что самолет по воде не плавает и корабли не летают просто против системы этой не пойдешь так просто грубо нарушать это блять это нереально я честно я даже не знаю чем думал водитель когда он так разгружался он просто поставил вот вот прицеп а вот тягач и он стоит вот так вот разгружается но неужели ты не понимаешь что ты нарушаешь просто все законы физики у тебя уже прицеп неустойчив он на седле у тебя уже не будет сидеть он там просто асфальтированная ровная была площадка он прицеп не проваливается прицеп никуда по сути ну и не утонет ну ты нарушаешь законы физики машина так стоять не будет машина нужно разгружать вот так вот но чуть-чуть допуски имеются чуть-чуть вправо чуть-чуть влево ну прям вообще чуть-чуть при таких нарушениях как вот там до стоял так вот прицеп и вот так вот стоял тягач как он разгружался даже так вот там стоял так вот разгружался при разгрузке когда груз слазит прицеп груз толкает ну вернее груз выталкивает прицеп соответственно с большой скоростью он его выстреливать с ручек с ручника когда снимаешь даже если он так стоял даже если бы он не упал его просто бы сложила прицепы толкнул и он был просто тягача вот так вот бы сложил и тягач бы смотрел в другую сторону и также бы была бы печаль ну не такая как конечно же случилось не обращайте ребят на мою внешность я уже короче начал подзарастать волосы начали зарастать и короче уже работаю сколько так неделю опахал получается неделю так четверг пятница суббота воскресенье понедельник короче я уже отработал полторы недели даже чуть больше мне еще столько же отработать еще где-то полтора недели осталось поэтому я только подстригусь дома когда домой поеду перед морем ну и побриться конечно же душка не попроюсь да пойду купаться вот ладно не об этом хочу привести своей искренне соболезные рад на близких по любому этому мужика коллеги родственники есть жена дети внуки я не знаю блин но для меня это очень сильно трогательно и печально я когда такое вижу когда вот тяжело просто даже знаете ребят слова подбирать я хочу просто этим роликом донести до вас уважаемые коллеги вы не спешите выйдете лучше не поленитесь вы обойти машину раз-два вокруг машины посмотрите как прицеп стоит не нужно сидеть в машине как некоторые это делают поднимать кузов и сидеть смотреть машине просто на кузов ты когда поднимаешь первое что к два штока вылазит ты выйди вперед кабине туда вперед отойди посмотри слева и справа как у тебя кузов идет упой там влево уходит ли он вправо стоит ли он ровно так стоишь визуально смотришь вот так вот вроде бы до кузов вот он подымается подымается ты этого не замечаешь на кузов может просто идти боком шток он блин он не литой он не вид но он там вообще там 5 штоку такой он тоненький как мизинец и такую массу всем же известно что самосвалы да тонары не возят пух они не возят по 5 по 10 тонн там возят грузы ты под блин по 40 по 50 тонн таскают и это очень печально когда ребят допускаются такие ошибки этот шток маленький тоненький он не выдержит если он будет боком поднимает что поднимает только ровно он не будет в бок толкать он переломится и будет атаковать беда честно ребят ну просто жалко мужик сам себя отправил на тот свет по своей глупости я вам ребят сейчас покажу подборку грубочайших ошибок да на самосвалах на тонарах которые допускают коллеги и это заканчивается печальными просто делами дорогие друзья посмотрите на вот эту разгрузку стоит тонар он допускает такую же ошибку как допустил ман который разгружался где погиб водитель заезжает этот самосвал ставить также понимаете нарушение физики прицеп уже неустойчив он падает просто на кабину ребят взгляните на этот ролик такое же грубочайшие нарушение как нарушила нарушили те водителя нужно выйти посмотреть тут уже визуально видно что кузов идет боком он неустойчив боком соответственно он перевешивает и машина падает хочу я тебе блять это на упадет на меня нахуй мне нужен кожу блять ребята с этого экскаваторщика я вообще в ахуе он мог помочь он мог он видит что самосвал криво стоит помог бы ковшом придержать но просто он залупился поэтому и не хотят идти работать на тонар потому что они падают ребята запомните если соблюдать технику безопасности машина не падает не нахуй мне сразу он блять на меня упадет и я чё заебись ёбаный идиот блять уважаемые коллеги понимаете что против закона физики не попрешь блин но не сломать систему да и против физики неудобненький против закона физики не попрешь если написано да в правилах если написано даже на кузове там есть шильдик табличка как нужно разгружаться и как запрещено разгружаться это не просто так делают это же пишут блин для нас это пишут для для водителей это пишут чтобы не случались в такие вот трагедии короче хочу до вас донести пожалуйста соблюдайте технику безопасности просто очень печально когда из-за пустяка и просто из-за мелочи погибает человек ну а что могу сказать коллега царство тебе конечно небесно земля тебе пухом тут уж ну никто не виноват кроме как сам сам накосячил как бы сам ушел на тот свет из-за своей же ошибки если ребят короче тормознусь и дождусь пацанов пацаны загрузится если написано в правилах да что по городу разрешено ехать 60 километров в час ставят камеры не для того чтобы в городе бабло стричь стричь да не для того чтобы обдирать народ а для того чтобы народ не нарушал и по городу ехали 60 но никак не 100 не 120 не 150 не 200 если ты будешь по городу ехать 200 то ты поедешь только туда очень очень много аварии посмотрите как в москве вот они летят там бывает по камерам да он летит с такой скоростью просто человеческий глаз даже блин он даже не может вдалеке быстро среагируйте понятие увидит что там красный или зеленый какой там светофор и просто это приводит большой беде сталкиваются тачки разбивается и люди убиваются здесь ребят нарисовано вот она табличка на каждом самосвале имеется такая табличка сейчас я протру стрях тряпочку возьму сажали нет перчаточки тиранем смотрите запрещено то что запрещено боком видите самосвал стоит боком запрещено это разгружать при разгрузке при подъеме запрещено стоять на раме туда ну конечно не по нерусски что-то написано я вот видите вот она машина стоит получается так и так как разгружал сама вот запрещено разгрузка только должна быть ровно на машина стоять только ровно короче обошел посмотрел вроде все нормально все в порядке с колесами после карьера выйти посмотреть машинка грязная вся но к сожалению мы у нас дожди ребят через день льют как говорил ребят мужик возрасте я не помню как его звать коллега я как-то с ним пересекся на выгрузке и я работал на одиночке по моему если не ошибаюсь я работал еще на китайцы на хове я когда поднимал кузов я газовал и он не говорит я эту фразу запомнил он говорит не спеши куда ты спешишь успеешь успеешь потихонечку поднимай не спешите газу горит спешка нужна приловли в лох и приемли чужой жены вроде бы как бы смешно да как бы с юмором но и в то же время в то ну как бы но это вправду он говорит я это не как-то не воспринимал всерьез потому что был молодой мне блять счетом надо было порулить показать и когда я уже отработал на самосвал их более пяти лет я начал понимать то что мне говорят взрослые люди начал слушать то что нельзя нарушать такие грубочайшие ошибки мне просто жалко от этого мужичка прям вроде взрослая дам уже блять но ты пожил жизнь повидал ты же тем более работаешь на такой технике ты прекрасно понимаешь что так нельзя делать и все равно он это сделал и что он ожидал от этого я не знаю ну короче он сам себя туда на тот свет и отправил послушайте пожалуйста меня и запомните уважаемые коллеги никогда в жизни не слушайте что вам говорят на выгрузках эти приемщики они вас загонят как им по кайфу они могут загнать вас блять в хату блять чтобы ему в холодильник выгрузили но это не значит что нужно просто делать то что они тебе говорят ты должен слушать себя и свое сердце и ты должен понимать сам тебе разгружаться тебе за эту тачку отвечать ты отвечаешь головой за эту машину это ты работаешь он скажет сделай так сделай так за и туда за и туда да ты можешь туда заехать но если что-то случится вся ответственность будет на тебе поэтому прежде чем тебе говорят бывает мы ездим да вот разгружаемся на ровных площадках да на складах там где на дорогах вываливаем я радуюсь когда ровная разгрузка да почему радуюсь потому что я знаю что неровная площадка неровная разгрузка приводит большой беде машин по перепадала очень много очень очень много и все из-за ошибки за спешки водителей это неспроста же говорят что выйди да ну и посмотри вот если бы все бы хотя бы соблюдали процентов 80 90 технику безопасности а то некоторые то ладно да их херня да ладно типа блять херня там знаете ну пальцы гнут тут извините тут серьезно это телега взаде мы же все прекрасно знаете мы же не возим да там по 15 по 20 тонн этот груз он представляете какой тяжелый а там вот такой вот шток маленький он этот груз поднимает наверх он просто переломится если он будет у так чуть-чуть боком стоять для далек уже подтянулся короче мне не андрюх ждем стоим только лишь к подтянулся короче ребятки всем кто хочет именно работать на самосвалах кто работает кто именно связан с самосвальная грузоперевозка да будьте аккуратно вот дед о пошел дочь ногой 2 номер еще стороне ты буду них он дернул отбудка да если мы поедем его догоним мы за ним прикурим короче мужики коллеги этот ролик хотел бы посвятить с обращением ко всем из просьбы не спешите пожалуйста соблюдайте технику безопасности не нарушайте таких грубых ошибок потому что как это принципе бывает а ось до прокатит а вот это пойдет да ну может да ладно сейчас некоторые знаете как я видел самосвальчики там те же тонарчики выгружают когда стоят боком и боком прям сильно вывод я вижу если кузов бочком чуть-чуть идет я понимаю примерно когда это печально может а когда не печально ну там допуске есть чуть чуть ли очень право но ты стоишь смотри как себя шток ведет надо нужно смотреть только за штоком вот ты смотришь как себя шток ведет некоторые я замечал там начинает прям газ в пол чтобы быстрее быстрее он поднялся чтобы быстрее высыпалась вроде бы с одной стороны правильно с другой стороны лично видел как это заканчивается печали на камазах макалуб устроили калужскую объездную вот камаз на по моему армянин был на камазе камаз 6520 груженый был песком стал бочком он начинает поднимать чтоб первый приподнял я боком стоишь горну блять судьбой не играй вот он говорит типа лучи горит отца его цену понял я молодой человек такой возрасте был лет под сорок ему было я думал дату ну ладно чё и он давай стоит на камазе газует просто что просто пополам хлопает кузов просто с такой скоростью там моргнуть даже не успеваешь он абраму ударяется он головой пробивает практически люк в кабине вылетает лобовое вылетает у него аккумуляторы вылетает заднее стекло одно ну короче камаз подписания пополам рама а подушки на коробке оторвало ну короче это печально это очень сильно печально и очень сильно страшно поэтому бортовая будьте аккуратнее блин не хочу никому плохого пожелать поэтому соблюдать технику безопасности